Вот все перенесенные таблицы. По первому столбцу этих таблиц я задаю фильтр. Снимаю, выделю все, выбираю только номера симпатий. И по очереди выбираю национальности, группы национальностей. Сначала, допустим, американцы. Вот так выглядит. То есть, есть американцы в таблице второй симпатии, четвертой симпатии, пятой симпатии, шестой и седьмой симпатии. Координаты для каждой из этих симпатий у американцев свои. Высокий уровень симпатии выше координаты, нижний уровень симпатии ниже координаты. Переношу эти координаты для каждой из этнических групп на отдельный лист. Вот таким образом. Через специальную ставку. И считаю среднюю координату. Например, у американцев средняя координата равняется минус 0,35. То есть, здесь суммарная частота. Здесь перемножение частоты на координату. То есть, вторая симпатия координата 3,60. Таких ответов 12. Взвешиваю перемножением, суммирую, делю и получаю минус 0,35. Очевидно, что раз восьмая симпатия минус, вторая симпатия, то есть, в гораздо больше симпатии, во второй симпатии, плюс, значит, наша шкала имеет прямую кодировку, наша латентная шкала. Чем выше значение, тем больше симпатия, чем ниже, тем меньше симпатия. То же самое проделывается с евреями, европейцами и так далее. Русские, например, у нас имеют одну координату, только именно в первой симпатии, координата 0,40. А северокавказские народы имеют всего две координаты. Координаты средние. Ну, средние в смысле, не верхние, не самые нижние. Но при этом с минусом доминирует гораздо больше, поэтому в среднем получается минус 1,19. Дальше я собираю результаты, сортирую результаты и получаю, что респонденты позитивнее всего относятся к японцам, потом будут русские, славянские народы и хуже всего.